Ну, сама потеряла. И там ошибка, и там ошибка. Я бы сказала, что она тяжело катала. Не до что здесь дорожку поставили. Посмотрите, пожалуйста. Сейчас не могу посмотреть. Сейчас у нас тут приложение подвисает периодически. Выясню, расскажу. На Золотом пруду. Уж не знаю, кто сидел. Но сейчас узнаем, как этот пруд музыки знаменитого композитора Дайва Грусина будет интерпретировать Карен Чен. Американка у нее, насколько я помню, один. Какая-то птица, наверное, сидела на Золотом пруду. Итак, первый этап в нынешнем сезоне от Карен Чен. А так мы ее еще увидим также в Японии. Слышите там птицы поют? Слышу, поют. Вот, это птица. Так она встала в свою первую позу. И голова птицы была хорошо видна. Три-три лут стулу. Причем так... Недленно и спокойно. У Вагнера за дорожку третий уровень. КОНЕЦ 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 Хорошенькая связка, очень. Эта дорожка идет по кругу. Надо отдать должное операторам, они хорошо показывают, чего они не делали много лет в Китае. Это элемент во второй части, Риттбергер, задела пяткой, растянутая девочка. Вот такая птица сидела на пруду, на золотом. Голубая какая-то. Какая-то голубая уточка. А синяя птичка. Синяя птица удачи. Чуть отвернешься, она обманет и вот уже навсегда ушла. Карен Чен, тренирующаяся у Тэмми Гэмбил. Американка, в минувшем сезоне занявшая лишь восьмое место на чемпионате США, а год назад бывшая бронзовым призером. Вот у нее оценка-то техническая, повыше, чем у Вагнер получается. Она упала с Риттбергера, но она сделала 3-3. Да, вышли 31 балл. Ну, потому что плохой выезд с Риттбергера, плохой двойной, прикрепленный. Здесь только падение с Риттбергера, но и недокрут еще все-таки на тренном тулупе. Да-да-да, вот он будет виден сейчас, смотрите. Раз, и вот смотрите, сейчас будет недокрут. Вот, вот он. Да-да, и выезд еще такой средненький. Но потому что недокрут. Тяжело выехать хорошо, да, с недокрученного прыжка. Еще и на Риттбергере на упаденном тоже недокрут, и, как следствие, сейчас оценка, конечно, съедет. Ну, пока вот в этой первой разминке почти идеальное исполнение своей короткой программы. Вот Кейтлин Осман с очень высокими оценками. Неплохо в целом смотрелось в Аггар, но не так блестяще, как в Чикаго. Ну, у себя в стране легче кататься всегда. Ну, кому как. Иногда родные стены так давят. Не знаю, мне кажется, что нет. То не разожмешь. Каран Чен совсем юна, ей лишь 17 лет. Поэтому, учитывая, как бережно и трепетно в Северной Америке относятся к своим фигуристкам, которые раскрываются, как Марая Белл в нынешнем сезоне великолепно выстрелившая на первом этапе, бывает и за 20. Так что у этой спортсменки еще очень многое впереди. Оценка 58,28 балла не много, прямо скажем. Ну, откуда она может быть большая, если там не дохрут, тут не дохрут. Пусть падение. Ну, никак большая не может быть. А утрека Хонгана. Пусть падение.